на алиэ мы что-то там делали мы сиди стоя делали больше футболку снять не надо получается вот она ну да вот она значит логично будет внизу сюда уходить я не знаю когда как сразу с диагностикой начнем давайте диагностику да надо фальпировать и стоит начать так лучше наверное футболку снимем тогда да я снимаю футболку совсем снять да тогда я буду да вот 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 идет здесь и потом вот вот ну давай лёжа да начнем тогда вот да вот сразу сразу понятно если человек лежит ты голову втянула в себя на лоб положил уши лбом вниз удобно тебе лбом вниз вот вот выровняли руки пациенту положили вот так чтобы он лежал синектрично проверить все косточки щекотки и сначала визуальный осмотр вот так как в прицелы между пятками смотришь вдоль всего тела вот между полупопиями смотришь позвоночник между реберными дугами да вот видишь что шея видишь уходит влево вторая степень да даже не первая степень ну такая начальная стадия да есть вот теперь смотришь по щекоткам видишь одна получается длиннее вот эти косточки вот этого длиннее нога получается через какие косточки смотрим смотри значит по вот этим косточкам первую вот видишь чуть чуть это длиннее теперь смотрим по пяткам у меня тлоскостопие да скорее всего тлоскостопие точно есть и смотрим по длине пальцев больших это три точки мы смотрим вот так поставили надо да проверили тут ровно вырубились они или нет от вижу еще раз вот это да смотрим вот-вот косточки хиловые ахиловые с этой стороны вот смотрим между косточек видно там на камеру да теперь ну так они ровные да теперь ровно положили вдоль его позвоночника смотрим так так они немножко двинулась вот эта нога она удлинилась чуть чуть не сильно максимум теперь смотри она еще пятки заворачивает вот сюда видишь проверяем пятки насколько сильно завернуты но она вот молодая подвижность еще есть нормально вот это пятка кажется больше завернуты потому что иногда длиннее вот то что там рисовал теперь проверяем тазовые кости вот эти косточки и вот где таз заканчивается получается вот смотри вот этот это место ушло выше холодный риф наверно да не щекотно значит получается просто мы растягиваем а следуем более энергичное движение да да вот просматриваем через позвоночник который соприкасается с крестцом фронтальный он сейчас вот так да наши точки должно быть вот тут и начинается копчик примерно вот смотри получается видишь вот это расстояние короче это длиннее ага вот это чуть ну это надо сверху смотреть да вот это чуть выше чуть ниже но не так вот значительно да значит у нее скорее всего вот этот таз ушел сюда назад вот эти тазы то есть значит надо будет раскрепостить крестцово-подвздошное осуществление вот оно тут идет вот это и давить ногой вот сюда да я вот ходил недавно банальный терапевт был конечно год назад он мне прямо через банальный то есть перчатками банальный отверстие вот это крестец поравлял да помпчик тоже будем проходить нет не будем проходить он отправлял тебе да нет правил правил у меня просто поясница ну это же больно очень да да не очень приятно больно было да не очень приятно это да ну хочешь проверим каждому поставим мне мне не надо вот смотри дальше смотри надо же научиться ему да в общем этот крестец или не пугайся этого копчика отправлял а не крестец но он в меньшей степени влияет на сам позвоночник нас сейчас интересует сам позвоночник скорее всего вот мы визуально уже почувствовали что где-то вот тут да вот тут наверное больно да вот тут оно выпирает рисуем потому что ты не приноси денешь каждый позвонок чтобы нащупать нам надо пощупать по одному позвонку ты не поймешь даже по соседям тебе надо группу сверху снизу прощупать более немножко да у нас есть непривычки дело в том что вещь я нарисовал а он уже сполз кожа немножко сползает вот так считать вот раз два должна появиться прямая ровно вот так не могу не просто интересовать элемент все ровно может да может чтобы понимать поймут или нет еще вот так вот мази то есть вот так прощупать да 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 расслабься 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 вот немножко вот этот вот чуть-чуть смещен вот смещен отсюда то есть получается незначительно совсем вот эти смещены влево и вправо получать эти влево мы были положены ровно кладешь ровненько видно там вдоль да есть крест вот теперь шею смотрим приз пожалуйста колбом вниз вот ну тоже вот вот второй позвонок немножко второй шейный он самый выпирающий и он раздвоенный смотри он самый большой еще раздвоенный его поэтому ярче все увидеть и шестое седьмое тоже больше всего упирают назад это второй первый второй а третий четвертый ты фактически не прощупаешь они глубоко находятся что там ты их не прощупаешь но чтобы он не может прощупать чтобы их лучше увидеть надо человек попросить стоять на локте перпендикулярно столу вот так вот так вот так ложу сфинкса нет сфинкска сфинкска так руки вместе голубые локти вместе голову повесили вот давай висит смотри у меня все раскрылось сразу видно вот чтобы понять седьмой это или грудной позвонок седьмой он подвижен а грудной неподвижен попроси человека поднять голову вверх подниму опусти голову может ой не так резко подними опусти если человек сам не хочет может расслабить голову может за него поднять опустить ну вот седьмой позвонок он более подвижен и в бок тоже поворачиваем вот он подвижен у него больше мобильность попробуй да смотри грудной позвонок и сейчас да не нормально только главное чтобы она не с тяжестями было большую на и растяжки на гимнастику всякую а что тоже да 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 смотри внимательно все позвонки пер на месте шейни 1 1 грудной до на месте у нее вот все позвонки грудные отличаются тем что к ним крепится ребра и вот первое ребро идет вижу где она соответственно они малоподвижные а шейные имеет большую мобильность за счет этого мы можем поворачивать голову во все стороны и чуть ли на 180 градусов вращать или наклоняться вперед назад понимаешь в холодильник по звонкам можем вот и за счет этого собственно говоря за счет такой большой мобильности мы страдаем за это там собственно говоря много получается искажение смещений и так далее боковых вот этих посеточных суставов смещения или сплющивание их что приводит к атрозу вот и соответственно поэтому вот седьмой позвонок он самоподвижный в отличие от грудного так ты не сможешь определить ты ребра тут не сможет просчитать переброты не просчитаешь по естественным отросткам сможешь понять так вот теперь смотри шейный отдел вот он наиболее подвижен тут надо соблюдать прямой угол к столу да здесь он на голову не пиралось и все так положить как сфинкс лежит вот так будет она устойчивее да теперь смотри вот щупаешь вот эти позвонки вращающей головой расслабься расслабься вот сдвинут по моему третий позвонок вот ну только по этим позвонкам отросткам астистам очень тяжело понять сдвинут он или повернут или нет он может быть раздвоенный как вот например 2 позвонок дать для этого мы может связки просто как бы но связки до связки соответственно соответственно логично предположить что тут его тянут какие-то мышцы вот он скорее больно это трапецию паралитебральной мышцам относится здесь не больно вот может человек спросить а тут больно да вот эти мышцы то его и натягиваю и соответственно он выходя сюда упирается в мышцы таким образом это тоже трение создается больше вот чтобы понять по боковым отросткам мы вращаем голову и еще вот сбоку придерживая сбоку наклоны справа так далее да справа а тут слева примерно да или справа неизвестно да вот с помощью вращений наклонов покачивания вот еще выше проверяешь первый позвонок можно пощупать атлан да вот под этой косточкой вот здесь прям на камеру видно да вот смотри где он выходит видишь вот большую большая косточка с черепа и вот он тут как раз под ней находится таким образом мы можем его прощупать выше ниже находится да зажат не зажат вот помнишь еще показывают на рисунке вот на этом мы сравниваем вот эти три точки получается в этом отделе тут ротация да но только ли ротация может начать подвинуть сюда то есть помимо ротации но еще сублюксация вправо взвинуть еще вправо чуть-чуть на такое расстояние вот ну и все может зафиксировать фломастером для своей дальнейшей работы но здесь прям выпячивают чем здесь здесь браво массажа карелошка точно поэтому и больно вот сейчас там это же проверил да теперь нам надо будет все этот затушить нерв как раз он дает поэтому можно головной боль давать может да это бывает боль был однажды недавно до пожаловаться на задание корректор не здесь массив то здесь она как бы красна крас идет поэтому здесь мы здесь вот это все должны хорошим все помассировать и легче будет но видеть конечно из-за того что здесь напряжение нужно как бы прорабатывать уже довольно мышцы красиво пометим еще взрослому же че-то он раздвольный стал доклада вот он выпирает здесь аккаунт вот здесь и третий позвонок вот тут вот это все получается относительно оси так ну теперь понятно на области работы да диагностика закончили и переходим непосредственно вправке а как а не пациент мне говорит как его позвонки отошли на получается там вес да 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 там отмечает говорить насколько повернут до ложись теперь уже просто розык положить вот а мы сейчас приступим все отрабатывать на практике внимание этот видеоролик мы закончим это было показано диагностика да подростка девочки и сейчас мы приступим непосредственно к манипуляциям мануальным правкам что мы будем отрабатывать на тренинге по мануальной терапии у олега алафа гудвина и здесь вы получаете навыки сразу внедренной в жизнь навыки ваши руки поэтому лучше не смотрите видео а приходите на тренинги обучайтесь у нас и будет вам счастье вы будете спокойно применять это все у себя в работе да и повысить свою квалификацию до встречи дорогие друзья с вами был олег алафа гудвина это все у меня как как а aste на как как Продолжение следует...